Здравствуйте, друзья! Мы всю жизнь занимаемся животными, и поэтому историй у нас огромное количество. А сегодня я хочу поговорить с вами о лягушках. Причем, о не обычных лягушках, о рогатых лягушках, рогатых чесночницах из Малайзии. Я думаю, что мало какие амфибии вообще могут сравниться по внешности с этими удивительными существами. Но не думайте, что они имеют такую форму, такой размер и такой внешний вид исключительно для того, чтобы удивлять нас с вами. На самом деле, это непревзойденные мастера камуфляжа, которые прячутся среди сухой листвы, среди коряк, среди прибрежных камней, и увидеть их там практически невозможно. Они скрываются среди зелени так, что торчит только голова. И посмотрите, вот эта форма головы и окрас спины полностью повторяет сухую листву. Даже желкование на листиках есть, поэтому найти их довольно трудно. Несмотря на это, это чрезвычайно популярный вид в террариумной культуре. Очень многие террариумисты их содержат. Но с ними всегда были большие проблемы. Действительно, амфибия скрытная. И наиболее сложно найти самок. Если самцы во время размножения все время подают голос в ручье и ищут на крик, то самку найти очень тяжело. Поэтому в зоокультуре невероятно ценятся самки, которых очень мало. Можно увидеть в продаже сотню самцов и среди них найти всего лишь одну-две самки. Нам повезло. У нас неплохая группа самка и три самца. И уже в течение года мы разводим этих амфибий. Наших лягушек мы получили серьезно травмированными, поэтому один из самцов так и сохранил шрамы над глазами. Рожки у него отсохли и получился вот такой вот забавный экземпляр. Очень мало информации по размножению рогатой чесночницы в неволе. Очень мало кто ее разводил. Очень мало кто ее выращивал. И практически никогда в продаже не присутствуют молодые рогатые чесночницы, разведенные в неволе. Не беспокойся, не беспокойся. Все хорошо. Все хорошо. Террариум довольно просторный, полтора метра в длину. В нем присутствует суша и постоянно присутствует водоем с корягами и корой для укрытий. Естественно, аэрация, естественно, помпа, которая очищает воду и грунт, мелкая галька. В течение года мы держим почти стабильную температуру. Эта температура 23-26 градусов. Очень небольшие колебания. В зимний период температура может опускаться до 21-23, но не ниже. Главным фактором является влажность, сезон дождя. И время от времени мы такой сезон им создаем. Вот смотрите, все очень просто. При помощи помпы мы запускаем дождь в систему полива. И начинается дождь. Пошел сезон дождей. Если чесночницы готовы к размножению, они довольно быстро начинают проявлять свою активность. Они выходят на дождь и на некоторое время задумываются, наступил ли настоящий сезон дождей. Если все в порядке, если они откормлены, если они подготовлены к сезону, то к вечеру самцы демонстрируют свою готовность к размножению, садясь на самку в плотный амплексус. У нас записаны крики самцов, и поэтому иногда приходится стимулировать активность самцов, прокручивая им их же крики. Они очень активно на это реагируют, естественно, как на соперника. Если все в порядке, то самка вместе с самцом, сидящим у нее на спине, спускается в воду и начинается откладка икры. Обычно это проходит ночью. На самом деле, нерест рогатых чесночниц это действительно удивительное явление, которое почти никто не видел. Нам невероятно повезло, потому что нерест обычно происходит ночью, мы его не видим. Но сегодня мы застали этот момент и уверяю вас, что это то уникальное зрелище, ради которого стоит эту ночь не спать. Самка нащупывает поверхности, к которым можно прикрепить крупные икринки. Посмотрите, крупными порциями приклеивает их к этим поверхностям. К корягам снизу, к коре под водой. Некоторые источники сообщали, что икра откладывается на влажные камни на суше. На самом деле, нет, это не так. Мы пробовали инкубировать на суше, во влажности икра погибает. Нерест может продолжаться несколько часов, обычно 2-3 часа, после чего пара распадается и родители уходят на сушу, снова прячутся и поджидают добычу, дабы восполнить потраченные силы. Самое тревожное время это первые 3-4 дня, когда икра внешне не развивается и можно опасаться, что она оказалась неоплодотворенной. Но на 4-5 день начинаются изменения в икринках. Смотрите, постепенно-постепенно икринки превращаются в крошечных личинок. Это еще не головастики, это еще личинки. Но с каждым днем они все больше и больше становятся похожими на головастика. Они становятся более подвижны, у них появляются хвосты, они начинают, наконец, двигаться. В зависимости от температуры, день на 10-12, головастики начинают самостоятельно плавать. Они абсолютно не похожи на привычных нам головастиков, ну, за исключением того, что у них действительно большое тело и длинный хвост. Но у них невероятный способ питания. Они питаются, собирая с поверхности крошечную органическую пыль, которая там всегда присутствует. И для этого у них существует ротворонка, которым они постоянно собирают эти микроскопические остатки. Чуть подросших головастиков мы высаживаем в отдельные объемы с большим количеством воды. Тоже полутораметровые, им там достаточно свободно. Кормление должно осуществляться небольшими порциями плавающего по поверхности корма и довольно часто. И действительно автоматические кормушки в этом случае незаменимы, потому что подходить 10 раз в день к аквариуму, чтобы насыпать туда корм, не всегда возможно. Развитие головастиков проходит невероятно долго для большинства амфибий. Весь цикл от подготовки лягушки к размножению до выхода лягушонка занимает почти 9 месяцев. Представьте, какая это работа. На протяжении всего этого времени практически невозможно допустить какие-либо ошибки. Ни с лягушками, ни с головастиками, ни с маленькими лягушатами. Содержание головастика у нас проходит при температуре около 24-25 градусов. Если все в порядке, то через 6-7 месяцев, а может быть даже и раньше, у головастиков появляются ножки. И это очень ответственный момент, потому что лягушонок с передними ножками мгновенно тонет. Несмотря на присутствие хвоста, с помощью которого он может быстро плавать, ему необходимо выбираться на сушу. В эти моменты его очень важно вовремя высадить в отдельный террариум. Посмотрите, крошечный лягушонок, еще с абсолютно целым длинным хвостом, уже стремится мгновенно покинуть воду и перейти на наземный образ жизни. У него полностью изменился ротовой аппарат. Видно, что это уже лягушка, а не головастик с воронкой, и жить в воде он уже не может. Теперь важно отойти как можно дальше от водоема. Полуголовастик, полу лягушонок превратится в маленькую настоящую амфибию. Они еще не очень похожи на своих родителей. У них есть рисунок на спине, но полностью отсутствуют рожки. И понадобится еще около месяца, чтобы мы смогли признать в этом крошечном сантиметровом лягушонке этих великолепных, крупных, невероятно красивых рогатых чесночниц. Как и многие другие животные, рогатая чесночница подвержена угрозе исчезновения с вырубанием лесов в Малайзии и Индонезии. Естественно, человеческая деятельность не оставляет шансов большинству животным этой планеты. Поэтому хочется сказать, что наша работа, довольно трудная, довольно кропотливая, она в первую очередь нацелена на сохранение этого вида. Хотя бы в неволе. Пусть вот эти невероятные, крупные, красивые и такие обаятельные амфибии останутся жить. Пусть они останутся хотя бы для начала в наших террариумах. Может быть, когда-то мы восстановим их леса и снова туда их запустим. Но без вашей поддержки нам не справиться. А ваша помощь это, в первую очередь, отношение к тому, что мы делаем. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Zoo.com Club. Наблюдайте за нашей работой и за нашими животными. У нас их очень много. И тут он такой говорит, все на самом деле очень просто. Мы включили дождичек, подождали буквально день-два, все отложилось, все прекрасно, никаких проблем нет. И всего лишь через 9 месяцев у вас уже на руках прекрасные, замечательные лягушата. Ну тогда вопрос, почему же разведение этих лягушек так редки? Потому что это для гуру Рыбалтовского все просто. Мы включили дождь, когда лягушки были готовы, и все получилось. Но самое главное поймать момент, когда они готовы. Это приходит только с опытом и с наблюдениями за лягушкой. И в любом случае, если вам интересны назуты, если вам интересны их содержания, разведения, если вопросов у вас осталось после просмотра видео больше, чем ответов, задавайте свои вопросы в комментариях и в будущих видео гуру и маэстро амфибийной магии Евгений Рыбалтовский постарается на все вам ответить. Спасибо!